добрый день дорогие друзья явно вас всех приветствую на своем канале и сегодня у нас будет очередной мастер-класс по вязанию салфетки или скатерти вот такая схемка у меня есть и по этой схеме мы будем вместе с вами вязать конечно же я выставила схему своей группе для тех кто любит вязать скатерти и салфетки в telegram ссылки на эту группу под видео там на мой канал telegram не еще на одну группу это общение чат-группа в общем если вы хотите присоединиться к моему вязанию пожалуйста милости прошу и вязать эту салфеточку я буду из пряжи ирис пнк имени кирова сколько пойдет я не знаю я тоже еще пока не знаю скатерть я буду вязать или салфеточку все это процессе моего вязания как говорится родиться салфетка я закончу или продолжу вязать как скатерть значит насколько я знаю у этой пряжи 20 грамм граммов когда и 120 метров сейчас вроде бы 150 выпускают но вот это именно по моему 120 здесь я не знаю можно будет увидеть или нет но такая этикеточка 25 грамм но сколько какой метраж здесь не написано вот в любом случае вы можете вязать из пряжи которая есть у вас наличие и даже если вы будете с аналогично вязать пряжи не факт что у вас будет такой же диаметр как у меня потому что плотность вязания у каждого своя крючок возможно у каждого свой даже имея одинаковый номер крючка головки у них могут быть разные вот посмотрите крючок кловер до 125 и это это полтора хотела показать и сказать что вот посмотрите что больше он но в любом случае я думаю ну давайте сравним полтора вот кловер полтора да он и полтора китайский крючок посмотрите головки у них разные видите этот крючок китайский немножко головочка больше чем у кловера поэтому там собственно разница кажется несущественная но по факту она может быть даже очень приличная и значит как я уже сказала буду вязать крючком 125 значит в схеме там написано рисовано что нужно набрать воздушные петли но я предпочитаю набирать в кольцо амигуруми и я его делаю следующим образом вот так располагаю хвостик от нашей рабочей нити оборачиваю вокруг пальца крест-накрест да и затем подныриваю под рабочую нить вот в этом месте вытягиваю петелечку и закрепляюсь это у нас будет первая петля далее 2 и 3 вот у нас готов столбик 2 воздушных петли рядом провязываем столбик с одним накидом а значит вот эти три воздушные петли они будут у нас считаться как первый столбик две петли между над ними это будут арочки между столбиками значит мы сделали накид вступаем в наше кольцо вытягиваем на высоту трех воздушных петель которые мы провязали петелечку и петелечку и накид провязываем одной петлей далее две петелечки на крючке провязываем вместе вот мы провязали одну комбинацию наших столбиков далее две воздушных петли накид на крючок вступаем в наше кольцо провязываем еще один столбик с одним накидом то есть я вам уже показала накид и петелечка это столбик с одним накидом две петли на крючке провязываем вместе и еще две воздушных петли и провязываем вновь столбик с одним накидом наше кольцо нам нужно провязать таких 7 столбиков и между ними две воздушных петли как я уже сказала петли подъема тоже считается за столбик я провязала 7 столбиков далее после столбика провязала две воздушных петли и теперь мы подтягиваем наш хвостик таким вот образом прям хорошо подтянули и находим третью воздушную петлю нашего первого столбика или наших петель подъема 1 2 3 вот у нас 3 петля вытягиваем небольшую петельку этой эту петельку протягиваем через петлю на крючке все мы завершили наш первый ряд далее располагаем нашу ниточку хвостик вот этот таким образом чтобы он у нас поднялся по петлям подъема вот и я переношу его вперед как бы обматывая через нашу рабочую петлю вы можете обрезать сразу этот хвостик но я обычно не обрезаю я ввязываю друзья я далее буду конечно же быстрее говорить сейчас возможно кто-то из начинающих с нами вяжет чтобы им было понятнее я медленно показывать далее конечно же ускорить ускорюсь вот здесь у нас две воздушных петли между столбиками мы подныриваем под эти две воздушные петли вытягиваем небольшую петельку и эту петельку протягиваем через петлю на крючке это соединительный столбик так называемый или соединительная петля и мы соединились а под арочку далее 3 воздушных петли подъема и сюда же под эту арочку мы провязываем еще два столбика с одним накидом 2 воздушных петли под следующую арочку провязываем 3 столбика с одним накидом и здесь у нас так как мы считаем что наши петли подъема это столбик тоже получилось три столбика один столбик второй и третий попутно как видите я расположила хвостик вдоль наших петель чик вдоль нашего круга и ввязываю 2 воздушных петли продолжаем под арочки провязывать по 3 столбика с одним накидом таким образом мы вяжем до конца ряда и встречаемся с вами в конце ряда и так провязали две воздушных петли после того как провязали под последнюю арочку три столбика с одним накидом и теперь находим третью петлю подъема 1 2 3 и соединяемся соединительной петлей далее друзья у меня схеме не пронумерованы ряды не распечатано у меня чтобы я там пронумеровала поэтому это салфеточка или скатерть будет идти у нас без нумерации рядов я просто буду говорить что следующий ряд значит три воздушных петли подъема далее накид на крючок вступаем в третью петелечку чтобы у нас не растянутая петля была мы внимательно посмотрим чтобы взяться за стеночку здесь вот серединку вступили и провязываем столбик с одним накидом все равно получается растянутая сейчас я посмотрю в чем причина ну вот значит получается мы провязали 3 воздушных петли в третью петлю подъема да и тут же провязали еще один столбик с одним накидом далее вершинку следующего столбика мы провязываем столбик с одним накидом а в следующую вершинку провязываем вновь два столбика с одним накидом у нас везде здесь будут столбики с одним накидом поэтому далее я буду говорить вам что просто называть столбик целях экономии вашего времени 2 воздушные петли и первый столбик провязываем 2 столбика во второй 1 и в третий вновь 2 столбика далее 2 воздушных петли и у нас идет повторение таким образом мы вяжем до конца ряда довязали до конца ряда находим третью петлю подъема здесь она у нас вытягиваем петелечку и соединяемся так у вас уже должен выглядеть ваш кружочек далее у нас аналогично вяжем 3 воздушных петли подъема здесь вот хвостик уже можно обрезать 123 и сюда же в основании провязываем еще один столбик далее у нас уже три столбика 123 каждую вершинку провязали и следующий столбик провязываем 2 то есть у нас по краям идет по два столбика 2 воздушных петли и дальше идет повторение также вы провязываете два столбика далее в каждую вершинку по столбику и следующую вершинку 2 вяжите самостоятельно до конца ряда довязали до конца ряда соединились третью петлю подъема друзья мои сразу внимательно проверяйте чтобы у вас все столбики были правильно провязаны потому что если вы где-то упустите столбик дальнейшем узор у вас не сойдется и вам придется перевязывать я проверяю сразу каждый каждый провязанный ряд каждый каждую секцию все проверяю далее у нас изменений в вязании нет то есть мы точно так же провязываем 2 3 воздушные петли далее столбик с одним накидом сюда же в основании и здесь у нас уже будет пять столбиков с одним накидом как я сказала что дальше буду говорить просто столбики значит еще один момент вы можете вступать провязывая столбик вот под вот эти две петелечки по две стеночки да вот таким вот образом а можно как говорится вступать в раскол то есть не сюда не под вот эти две стеночки а вот здесь как бы такое место я даже не знаю как его назвать но вот можно вступить сюда и провязать также столбик когда в раскол провязываешь смотрится лучше я практически всегда вижу вот именно опускаясь немножко ниже и вот посмотрите смотрится гораздо симпатичнее вы посмотрите провяжите посмотрите как вас больше устроит 2 воздушных петли и таким образом вы вяжете до конца ряда провяжите этот ряд и следующий самостоятельно точно так же стоит 3 воздушных петли подъема и сюда же в основании столбик с одним накидом провяжите каждую вершинку по столбику здесь тоже последнем столбики два столбика и в следующем ряду встретимся с вами продолжаем вязать нашу салфетку ли скатер чтобы вы могли себя проверить у вас вот здесь вот должно быть пять вот таких вот арочек и мы сейчас проверим правильно ли мы вязали следующим образом 3 воздушных петли вновь вступаем сюда же в основание и провязываем еще один столбик 4 столбика подряд провязываем каждую вершинку 1 2 3 и 4 2 воздушные петли пропускаем в основании столбик вот здесь вот вершинку столбика и далее у нас вот 1 2 3 4 последний столбик мы должны провязать два столбика у меня как видите все правильно и вы можете проверить себя таким образом вот мы провязываем 4 столбика и последний провязываем 2 2 воздушных петли и у нас у нас пошло повторение вот таким образом вяжите до конца ряда довязали ряд далее вяжем 3 воздушных петли сюда же в основании провязываем еще один столбик здесь пока все по-прежнему провязываем каждую вершинку по столбику и не довязываем 1 столбик перед арочкой вот мы довязали 1 столбик далее 3 воздушных петли столбик под нашу цепочку из 2 воздушных петель 3 воздушных петли здесь пропускаем одну вершинку вступаем в следующую и вяжем до конца нашей секции последний столбик провязываем 2 столбика дальше 2 воздушных петли и у нас идет повторение вот так у вас должно выглядеть в этом месте вяжите дальше самостоятельно продолжаем наше вязание и начале ряда мы делаем прибавки как обычно провязали 3 воздушных петли и столбик в это же основание далее вяжем столбик и еще 2 столбика провязываем не довязали один столбик вот так вот у вас должно быть 3 воздушных петли и в вершинку столбика провязываем столбик без накида то есть сразу же вступаем крючочком вершинку вытягиваем петелечку и две петелечки на крючке провязываем вместе 3 воздушные петли и пропускаем столбик следующий вступаем вяжем до конца нашей секции последний столбик провязываем 2 столбика далее 2 воздушных петли накид и под цепочку из 2 воздушных петель провязываем столбик и 2 воздушных петли а далее у нас пошло повторение вот так у вас должно получиться в этом ряду вот здесь у нас изменения и в этом месте у нас тоже изменения далее вяжите самостоятельно вот так у вас должно получиться уже в этом ряду вырисовывается у нас уже красивая серединочка да и у нас изменения будут в начале 3 воздушных петли и мы не делаем здесь при бабочку сразу вступаем следующую вершинку провязываем столбик далее еще столбик рядом еще один и в последней мы тоже провязываем столбик то есть мы каждую вершинку провязали по столбику 3 воздушных петли и вершинку нашего столбика без накида провязываем столбик без накида 3 воздушных петли и далее мы вяжем каждую вершинку по столбику провязали последний столбик далее 2 воздушных петли и вершинку нашего столбика провязываем 2 столбика далее 2 воздушных петли и сюда же провязываем еще два столбика 1 и 2 2 воздушных петли и пошло повторение каждую вершинку по столбику и так далее вот у паучок получается да или стрекоз к вот а здесь у нас как бы начинается обрамление нашего ромбика вяжите дальше самостоятельно и так дорогие друзья довязали до конца ряда и следующий ряд у нас будут убавки каким образом мы будем это делать значит нам нужно пройти под вершинку соседнего столбика мы крючочком входим по 2 петельки вот стеночки да и вытягиваем петлю и эту петлю провязываем через петельку на крючке все мы сделали убавку в один столбик далее 3 воздушных петли и в каждую вершинку провязываем по столбику далее нам нужно провязать еще один столбик под цепочку либо в первую петельку в общем можно провязать вот так вот под петельку но тогда этот столбик будет сдвигаться немножко он будет двигаться а если вы хотите чтобы он был зафиксированный то нужно провязать в первую петельку нашей цепочки вот таким образом далее 2 воздушных петли и вступаем вершинку нашего столбика без накида и провязываем столбик с одним накидом 2 воздушных петли и зеркальном отражении вначале столбик провязываем петелечку вот получается она у нас 3 от серединки и далее в каждую вершинку по столбику за исключением последнего столбика вот мы не довязали последний столбик дальше у нас 2 воздушных петли вступаем по цепочку из двух воздушных петель вот где мы провязывали по 2 столбика и провязываем 2 столбика 2 воздушных петли еще раз провязываем 2 столбика 2 воздушных петли и сюда же еще раз провязываем 2 столбика вот так у вас должно получиться в этом месте две воздушных петли и пропускаем первый столбик вступаем следующий провязываем столбик и далее у нас идет повторение вот так вот у вас должно выглядеть в этом месте то есть если вы обратите внимание мы теперь идем вот у нас как бы наш жучок да или гусеничка или стрекозка мы идем в обратном порядке то есть мы провязали вот сейчас вот эти два окошечка следующий ряд у нас будет вот одно окошечко вот видите у нас как бы идет тоже если брать за серединочку то зеркальном отражение идет вяжите дальше самостоятельно и так дорогие друзья довязали до конца ряда соединились и теперь нам нужно вновь перейти под вершинку следующего столбика как переходить мы уже знаем то есть вступили под вершиночку вытянули петелечку эту петелечку протянули через петлю на крючке далее 3 воздушных петли и провязываем каждый столбик по столбику далее также провязываем столбик в первую петелечку далее 2 воздушных петли и находим вторую петелечку вступаем провязываем столбик и далее под каждую вершинку провязываем по столбику не довязывая последний и так вот у нас осталась последняя вершинка мы ее не довязываем далее 2 воздушных петли и вступаем под первую арочку вот между нашими столбиками провязываем 2 столбика 2 воздушных петли и сюда же провязываем еще два столбика 2 воздушных петли и под следующую арочку вот она у нас провязываем еще два столбика 2 воздушных петли и еще сюда же провязываем 2 столбика 2 воздушных петли и у нас пошло повторение первый столбик пропускаем следующий ступая провязываем столбик и так далее значит у вас в этом ряду должно получиться вот так вот здесь вот я перевяжу почему-то у меня получилось как бы типа пространство не должно такого быть ну на камеру поэтому вот а все остальное правильно и здесь у нас уже пошло обрамление здесь будет окантовочка к одному ромбику а вот здесь ко второму вяжите дальше самостоятельно и так дорогие друзья очередной ряд довязан и мы продолжаем наше вязание и у нас идет очередная убавка соединяемся под следующую вершинку 3 воздушных петли и теперь провязываем к каждую вершинку по столбику на всем протяжении до самого конца и там где у нас воздушные петли провязываем по столбику у нас две воздушные петли и мы в каждую телечку провязываем по столбику таким образом у нас сформировалась наша серединочка значит у вас должно быть 12 столбиков вы можете проверить себя давайте проверим 2 4 6 8 10 12 у меня все отлично далее 2 воздушных петли и под нашу цепочку провязываем 2 столбика с одним накидом далее 2 воздушных петли и вновь 2 столбика далее у нас здесь вот есть две воздушные петли между веерочками провязываем 2 воздушных петли и под эту цепочку до провязываем 1 столбик 2 воздушных петли и возвращаемся провязываем еще один столбик вот так далее 2 воздушных петли и под следующий веерочек тоже провязываем начале 2 столбика 2 воздушных петли и еще раз два столбика 2 воздушных петли и у нас пошло повторение то есть у нас появился еще один новый элемент вот в этом месте это у нас основа для нашего нового ромбика вот так у нас выглядит наш новый раппорт вяжите дальше самостоятельно и так дорогие друзья довязываем этот ряд я надеюсь вы проверили у вас у всех по 12 столбиков но в следующем ряду у нас должно быть 11 столбиков поэтому мы вступаем третью воздушную петлю и этот ряд мы провязываем следующим образом вот здесь у нас между столбиками есть пространство мы вступаем и соединяемся между столбиками соединительной петлей дальше 3 воздушных петли между следующими столбиками вступаем провязываем столбик и так мы вяжем до последнего столбика последний раз провязываем и посчитаем сколько у нас получилось столбиков 2 4 6 8 10 11 далее 2 воздушных петли под нашу цепочку провязываем 2 столбика 2 воздушных петли и 2 столбик 2 столбика дальше я буду говорить что это веерочек вы будете понимать что нам нужно провязать 2 столбика 2 воздушных петли и 2 столбика потому что постоянно говорить проще сказать веерочек правильно а вы уже поймете что вам нужно вот провязать такую комбинацию дальше 2 воздушных петли первую вершинку столбика провязываем 3 столбика это у нас основание нашего следующего ромбика 2 воздушных петли здесь у нас тоже 3 столбика столбика вершинку провязываем так у вас в этом месте должно получиться ну и теперь 2 воздушных петли и провязываем веерочек 2 воздушных петли и у нас пошло повторение то есть между столбиками вступаем провязываем столбик и так далее значит здесь у нас должно получиться вот так в начале ряда а в этом месте вот такой узорчик у нас должен получиться вяжите дальше самостоятельно и так довязали еще один ряд и следующий ряд вяжем следующим образом продолжаем делать наши бабочки но теперь мы соединяемся под следующую вершинку соединительной петлей и 3 воздушных петли и далее провязываем каждую вершинку по столбику и соответственно последнюю вершинку мы не довязываем вот мы не довязали вершинку 2 воздушных петли провязываем веерочек 2 воздушных петли и здесь у нас пошло повторение такое как мы вязали вот в этом месте то есть если вы помните мы здесь провязывали точно также вот у нас было три воздушных петли и три столбика а потом мы начали провязывать расширение для нашего ромбика здесь у нас тоже как я сказала основание для ромбика и в этом месте вязание будет аналогично тому что я вам показала то есть первую вершинку мы вступаем провязываем 2 столбика далее столбик далее столбик далее 2 столбика 2 воздушных петли и это у нас повторение мы провязываем 2 ромбик точно также 2 столбика далее столбик и далее 2 столбика 2 воздушных петли провязываем веерок далее 2 воздушных петли и и далее у нас пошло повторение то есть вершинку пропускаем следующий уступаем и вяжем самостоятельно до конца ряда этот ряд и далее мы посмотрим с вами схему то есть мы сейчас с вами находимся вот в этом месте и у нас здесь получается 9 столбиков дальше идет 7 дальше 5 и вот здесь у нас три столбика и соответственно у нас здесь тоже заканчивается расширение то есть вы вяжете как мы уже с вами вязали да и здесь у нас заканчивается в этих ромбиках расширение а здесь остается три столбика вот до этого места вы вяжете самостоятельно как вязать я уже вам показала не вижу смысла повторяться а когда вы довяжите до этого места мы с вами продолжим наше вязание прошлое не не Продолжение следует...